Под завораживающие звуки органной музыки начался необычный вечер в детской школе искусств имени Якова Флиера. В этот раз действие происходило на импровизированной сцене между этажами. Места для гостей располагались у лестницы, что напоминало портер, и на втором этаже, создавая эффект нахождения на балконе в театре. Это в данном контексте абсолютно не случайно, потому что концерт посвящен творчеству Иоганна Себастьяна Баха и Георга Федриха Генделя. 330 лет исполняется и тому, и другому. Они родились в один год, буквально в один месяц, в 50 километрах друг от друга, гобы величайших немецких композиторов, которые никогда в жизни не встречались, но чье искусство оказало огромное влияние на последующие поколения композиторов и музыкантов. И поскольку и тот, и другой были воспитаны, конечно, на органной музыке, то есть они и родились в городах, где были соборы с органами, и крестили их в этих органах, и очень много они работали именно с этим инструментом, поэтому мы решили сделать концерт, вот так скажем, на лестнице, где у нас замечательный витраж, чтобы вот такой был эффект собора, эффект витража. А почему кофейная кантата? Потому что у Баха есть такое сочинение, оно называется кофейная кантата. Давным-давно в Лейпциге, где он жил и работал, был такой предприимчивый человек, он организовал кофейню, фамилия его была Циммерман, и кофейню так и называли – кофейня Циммерман. И вот по пятницам и средам он собирал там музыкантов, которые своей игрой привлекали бы посетителей. В Германии в тот момент был запрет женщинам пить кофе. И вот Циммерман заказал Баху такую вот кофейную кантату, кантату – то есть то, что исполняется голосом, в которой в шутливой форме бы было рассказано, что кофе не только вреден для женщин, но и очень полезно. Естественно, когда звучала эта кантата, разносили горячий кофе, что будет сегодня и у нас. Произведения великих маэстро чередовались споря между собой и в то же время дополняя друг друга, создавая единое целое. Слушатель имел возможность ощутить все грани души обоих композиторов. Музыка и Баха, и Генделя бесспорно красива и грациозна, оставляющая след в сердце. Нежное пение скрипки, звуки аккордеона, напоминающие орган, фортепиано, духовые инструменты, упоительные голоса солистов, шикарные бальные платья и, конечно, головокружительный аромат кофе позволили окунуться ценителям классической музыки в атмосферу начала XVIII века, когда жили и творили Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Субтитры создавал DimaTorzok